Добрый день! С Вами снова компания Кругмонтаж. Меня зовут Мороз Алексей. Мы на очередной серии вкладка печи в моем загородном доме. И Сергей Иванович Иванов, печник, который я уже представлял в предыдущей серии. Вот, хочу спросить, стоим мы возле бочки, вижу материал, расскажите, что это такое? Я так понимаю, это глина, да? Да, это глина, приготовленная для кладки для печи. Вот она, у нас готовая смесь печная, вот печная смесь. Как бы очень хорошая, я уже не первый раз сложу уже этой смесью. Вот, конечно, к ней добавляю еще дополнительно глину красную, печную, даже в мешке. Делаем, значит, замешиваем и оставляем на пару дней и также ее промешиваем там постоянно для того, чтобы она стоялась, набухла и чтобы она в дальнейшем уже была как бы готовая. Делаем, ну, как, какая-то определенная плотность, да? Ну, то есть, чтобы ложить, не жидкая и не твердая, а... Да, она не должна быть толще, не должна быть жирная. Это вы мастер на глаз определяете? Да, здесь уже, как бы, я уже опытно замешиваю, уже знаю, так и что. Можно и природную блину взять, но там есть нюансы. Попадаются всякие веточки, корешки. Надо промывать. Тем более, все равно что-то получается и остается. И потом при обжиге остаются раковины. И, как бы, вот эти раковины уже вредны. А здесь сама уже глина готовая. Как бы, чем она хороша, она уже готова. Там нет никаких примесей, которые в дальнейшем не могут сгореть и оставят какие-то раковины. В этом она, конечно, хорошо. То есть, друзья, самое главное, значит, говорю для, так сказать, дилетантов, которые могут не знать, вкладка печи производится именно на раствор из глины. Вот за счет этого, так сказать, не трескается, да, вот этот раствор не лопается при температуре. Да, да, да. Глина этого не дает сделать, правильно? Да. Кирпич там уже ходит, двигается. Вот, при нагревании он расширяется. Потом печка остывает, он опять садится. Конечно, если посмотреть под микроскопом, то мы увидим микротрещины. Но эти микротрещины, они опять восстановятся. И еще такой момент, вы мне вот рассказывали, мне очень понравилось, что современные, так сказать, городские жители, к которым отношусь и я, мы как, ну, значит, зимой, например, мы приехали на выходной, уикенд, протопили печь жарко, да, допустим, топим дня 3-4, потом уехали, она остывает. Это неопытные печники, допустим. Нет, бывает на самом деле и ошибка, кто пользуется печкой. Когда печка холодная, вы приезжаете в дом и вы начинаете сразу кочегарить, создавать себе тепло для того, чтобы почувствовать себя уютно уже в этом помещении. И с этим, конечно, проблема возникает, печка расширяется. Для начала нужно помаленько потопить, где-нибудь полчасика, может быть, час, а потом уже, как бы, уже растапливать, побольше уже дров, создавать, больше подув, подувальную дверцу воздуха для того, чтобы лучше горение было. Так что есть даже некоторые нюансы проблемные. Конечно, бывают и ошибки у печника, когда он неправильно это все положил, сделал. Я предлагаю пройти внутрь и посмотреть, потому что вы там уже, я видел, так сказать, подняли рядов 12 нашей печи. Как раз там видно топочную камеру и так далее. Ну, пройдемте. Попробуем. Так, Сергей Иванович, ну, вот я покажу крупным планом, что у нас уже вот с кухней часть топочная, откуда мы будем топить. Вы уже кое-что сделали, я вижу. Что можете рассказать? Так, мы установили подувальную дверцу, подувальную дверцу. Также сверху мы поставили кирпич на клин. Мы не используем на перекрытие металлический уголок, потому что уголок нагревается и потом в дальнейшем выдавливает кирпич. Хотя нижняя часть не так сильно нагревается, но более удобно и по качеству, лучше, когда кирпич подрезанный и он лежит там. Я слышал, что самая проблемная зона, вот, скажем, топочная дверца большая и вот верхние два ряда над ней, да, вот, которые претерпевают, так сказать, температурную нагрузку. И вот тоже вот печеньки используют вот этот клин, да, вставлять? Да, клин очень удобный. Клин и не сгорели, а теперь я клин. И вот здесь при расширении, здесь я клин делаю так, на сухую уже ложу. Прокладываю базальтовый иглопробивной мат, вот, и он уже на сухую будет работать. В дальнейшем значит, когда перевал огонь будет заходить в перевал. Внутренняя топка сделана из шамотного кирпича, правильно? Да, наши кирпичы здесь используются шамотный. Я использую ша-8, это размер такой. Нижняя часть, колосник, 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 колосник. Внутренняя топка сделана из шамотного кирпича. Нижняя часть у нас кирпича подрезана по бокам. Дрова, когда будут закладываться, угольки будут скатываться на колосник. И они лучше будут сгорать. А здесь, я смотрю, у Вас наоборот средняя. А здесь, так как, у нас в верхней части будет стоять уже плита. Вот мы делаем подрезу и плита как раз она будет ложиться, уже огонь касается плиты и уходит уже на перевал. Вот. Также можно боковую часть сделать маленькую тонкую штукатурку. Это термостойкой, жаростойкой, смесью. Да, кстати, я вижу у Вас здесь кирпич уложится на щас. Я использую шамотный кирпич для шамотного кирпича. Я использую шамотный кирпич для шамотного кирпича. Я использую из этой формы кирпича. Я использую грибэтил www.pardecasee.ch У нас поднялся пол кирпича. Пол кирпича мы делаем дерево. Дальше у нас идет пол кирпича холодный. Сверху вы дали мне зазор для усадки, можно утеплитель положить, чтобы не было продува. Сверху выделить зазор для усадки. Сверху выделить зазор для усадки. Сверху выделить зазор для усадки. Сверху выделить зазор для усатки. Зазор должен быть обязательно между шамотным и шамотным. Да, это обязательно, потому что расширение, кирпич печной и шамотный, всегда идут разные расширения. Так же вот перевал, покажите сюда. Нет, давайте я предлагаю на ту сторону перейти. Так вот мы зашли с другой стороны, со стороны гостиной. Что вы хотели рассказать? Здесь, значит, когда огонь падает вниз. А он вниз будет? Вниз падает. Сначала раз и вниз ныряет. Да, вниз. Это так тяга устроена. Да. Здесь мы отсекаем тоже печной кирпич. Прокладываем шамотом, уже тонкий, ша-6. Вот, потоньше. Так как огонь касается печного кирпича, хоть он печной кирпич, термостойкий, но все равно от сильного нагрева у него в дальнейшем края отпадает. Как бы с опытом я заметил, что кирпич хоть и печной, но он разрушается. Шамотный, конечно, более крепче и держит намного лучше температуру. Дальше, значит, огонь падает туда вниз, проходит по всему каналу, по нижней части. Вот. И выходит уже из этого канала. И дальше он опускается, поднимается, опускается, поднимается, опускается. Здесь же мы будем стоять, поставим летнюю задвижку. Она чем удобна? Она удобна для растопки, когда печка холодная. И так как вся печь, щиток холодный, растопить очень сложно. Мы ставим летнюю задвижку. Заказчик открывает. И теплый, то есть сам дым, короче, проходит уже по короткому каналу, и уже уходит трубу. Печка разогревается, труба разогревается. И потом в дальнейшем уже можно перекрыть. И уже движение воздуха пойдет уже по щитку. Понятно. Так, а вот что вот это вот вы... Да, эти прочесные дверцы, они как раз находятся на уровне там, где перевал, там, где канал падает. Вот. И поднимается, как бы, в этой части всегда может быть засор. Это со временем профилактику чистить, да, надо в этих местах? Да, от хорошей топки, думаю, один раз в год можно просить. но, конечно, нужно будет работать, почистить, даже можно там рукой или пылесосом, зайти пропылесосить. Так, отлично. Значит у нас... А сколько у нас каналов, вообще, в общем... Потому что у меня спрашивают и говорят, вроде, нечетное число должно быть. Либо 5, 7, 9... Да. Здесь 7 каналов. Дальше мы обработали кирпич печной, также мы еще шлифанем дополнительно, и будет узор ромиком. Типа как бы вот такого варианта, раскидаем его. Дальше мы покажем, в верхней части мы тоже покажем, как обиграют. Дальше мы будем укреплять, закладывать пятидесяткой доской, также пристены вот такие есть. Вот мы их будем устанавливать. Крепление, да. Крепление, да. И вот этот щиток на три канала будет до потолка второго этажа идти и обогревать не второй этаж. Да, все правильно. Вот, отлично, отлично. И так, друзья, мы переходим к другой части, не менее важной, установка топочной дверцы. Я так понимаю, Сергей Иванович? Значит, очень важно. Сама дверца, она при топке расширяется, постоянно двигает кирпич. И как бы здесь много проблем возникает в дальнейшем. Открывает кто-нибудь, и потом уже дверца расшатывается в кирпичах. Кто-то садит ее на проволоку. Кто-то на полосках сверху. Как бы мой дед там сажал раньше на проволоку. Вот, потом перешли на полоску. Весь материал, который был, использовали. Но делали более крепче. Но все равно дефекты в дальнейшем происходят. Я как бы новое открыл для себя. Делаю, значит, из нержавейки. Укутываю полностью саму дверцу. Какой-то короб делаете, да? Да. Вот такой короб нержавейки. Открываем. После этого, значит, я обворачиваю базальтом. И устанавливаю между кирпичом. Где у меня заранее предусмотрен шов. И, пробка же опускается у меня. Посадочное место, да? Посадочное место. В дальнейшем, значит, когда при нагреве, то топка, она не ходит. Стоит надежно. Никакие гвозди. А, то бишь, вот эти листы, которые они держат. Да, они вот заходят и сюда, заходят вниз между шамурным кирпичом. Вот, и опускается все. И здесь сверху мы уже проложим тоже кирпичом. И также на клин посадим кирпичом, который будет находиться. Отлично. И у меня даже печь будет с элементами камина, да? Да, здесь стекло термостойкое. Так что вы можете видеть, насколько там и когда надо добавлять дровишки. Отлично, отлично. Спасибо. 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 Спасибо.